Всем огромный привет! Мы наконец-то добрались до окончательного этапа монтажа нашей ванной комнаты. И этим этапом будет установка разделяющей двери между комнатой вот этой вот предполагаемой и входной двери. Здесь получится небольшой такой коридорчик с окном, который будет отгораживать оборудование от проходной части веранды. Разделить эти помещения мы хотим при помощи дверей купе. Устанавливать мы будем только двери, то есть здесь не предполагается возведение сплошной стены по нескольким причинам. Во-первых, сплошная конструкция нам запрещена по технике пожарной безопасности. В этом же помещении у нас находится газовый котел и нельзя наглухо закрывать доступ к форточке. А во-вторых, мы не хотим терять естественный свет в помещении и создавать подземное царство в получающемся коридоре. Вот таким образом у нас будет держаться перекладина, на которой мы будем крепить двери купе. А вот Олег придумал такую систему. Скажи мне, что это ты такое придумал? Что я закупил-то? Это у нас регуляторы высоты для труб круглых мебельных. А, это из мебельной фурнитуры, да? Да. А это заглушка с резьбой на 25-ю трубу. Она как раз у нас 25-й профильная труба квадратная. А у нас труба 25 на 25, да? Да. Вставляется и путем выкручивания получается с одной стороны и с другой в упор. И зажимается. И зажимается. И зажимается, и он будет стоять. Держаться. Да, нагрузка у нас всех этих дверей ролики будут кататься по полу, только сверху такую маленькую взять для того, чтобы верхнюю часть дверей держала по направлению. То есть они не выпадали ни влево, ни вправо. Вот, все. Ясно. Сверху будет только направляющая и направляющий паз, по которому они будут скользить. Все. Профильная труба у нас двухметровая, а нам нужно метр восемьдесят. Соответственно, обрезаем трубу до необходимых нам размеров, предварительно очень точно вымеря в длину. Отмечаем на противоположных стенах точку крепления профиля. Казалось бы, такое простое действие, но нам, чтобы отметить ровно перпендикуляр в помещении с нашими кривыми стенами, пришлось повозиться. Наш проект по монтажу ванны в веранде совершенно нестандартный. Так, например, мы устанавливаем оборудование в уже оформленном помещении. Поэтому приходится и принимать нестандартные решения. Например, изначально мы не планировали жить в доме длительно, и поэтому зашили стены веранды сайдингом. А теперь снимать сайдинг перспектива так себе, но не совсем радостная. Поэтому очень аккуратно под точные размеры крепления профиля паяльником выжигаем сайдинг на двух противоположных стенах. Под сайдингом в местах выжигания дыр заложен брус, который будет обеспечивать жесткость упора профиля. На алюминиевый профиль в край крепим верхнюю направляющую систему раздвижных дверей. При выборе системы для двери купе мы отталкивались от простых требований. Она должна быть простой в установке, надежной в эксплуатации, дешевой и негромоздкой. И остановились на системе Laguna Fast. Устанавливаем профиль с направляющей на подготовленное место. Надежно его фиксируем. При помощи уровня и полотна для двери находим место для крепления второй направляющей для нижних роликов системы. Отмечаем линию, вдоль которой и будем крепить нижнюю направляющую. Под линолеумом у нас лежит сосновый пол, который дополнительно выровнен при помощи ДСП. Поэтому направляющая крепится просто обычными саморезами в просверленные заранее отверстия. Отверстия делали на расстоянии где-то около 20 сантиметров между собой. Крепим на полотно двери нижние ролики. Распил полотен и оклейку кромки мы заказывали на стороне. Полотно у нас ЛДСП 18 миллиметров толщиной. Как я уже говорила, у нас от стены до стены расстояние в метр восемьдесят. Душевая кабинка со сторонами в 90 сантиметров и делит ширину веранды пополам. Казалось бы, ширина дверей напрашивается сама собой 90 на 90. Но мы решили, что при таких размерах двери в закрытом состоянии могут давать щель на стыке. И плюс к этому на двигающейся двери должно оставаться место для ручки. Поэтому решили полотно дверей делать с шириной в 90 и 1 метр. Полотно в 90 сантиметров будет установлено стационарно, а метровое полотно будет подвижно. Отмечаем места крепления для верхних роликов. Важно при этом учесть, что этот ролик у нас с возможностью регулировки в 5 миллиметров. Крепим ролики. После того, как установили нижние ролики на нижнюю направляющую, регулируем высоту пластиковых зажимов верхних роликов. Пробуем дверь уже в действии и выдыхаем. Все получилось идеально. Дверь ходит плавно, нигде не зажимает. Зазоры между полом, профилем и полотном получились минимальными. Чтобы обеспечить быстрый доступ для обслуживания сантехнических подключений душевой кабинки, стационарное полотно будем делать быстросъемным. То есть нижний край его устанавливаем на мебельные подпятники на гвоздях. Такой прием позволит также снять часть нагрузки с линолеума. Посчитали, что 4 подпятника нам будет вполне достаточно. Устанавливаем его на нижний срез с одинаковым расстоянием между друг другом. А верхний край соединяем с профилем при помощи незаметных алюминиевых пластин. Зазор между дверными полотнами оставляем где-то в сантиметр-полтора. И открутив всего два самореза, мы получаем очень быстрый доступ к трубам. Получилась у нас вот такая дверь-купе с простой бюджетной конструкцией. И что для нас самое главное, эта дверь визуально не уменьшает наше и без того маленькое помещение, не создает чувство загромождения и темноты. И оказалась проста в изготовлении и очень бюджетна. Субтитры создавал DimaTorzok